Доброе утро! Мы сейчас с мужем идем на рынок, на рынок оптовый склад, вот видите у них какой оптовый склад. Смотри какой у них оптовый склад. Ой, что-то запах такой противный, да. Местная лавка, кстати, есть. Говядина, куры, баранина, полуфабрикаты там даже есть. Вот, и собственно говоря, идем в их местный рынок. Он маленький, небольшой. Прям можно сказать, его нет. Ладно, показывать не буду, сейчас мы же зайдем на территорию чуть-чуть. Дай там глянем, помидоры есть там армяки. Там спрятался только. Хорошо. Можете здесь покруче, а я пока просто туда схожу. Куда? Ну, до этого в трубу склада. А там уже он разрушенный. Что? Там уже разрушенный. Мне кажется, это просто табличка висит. Ну, если хочешь ходить? Пока здесь, я прожду. А я с тобой, наверное, схожу. С тобой. Кость. Это местная лавка. Оптового там ничего нет. Чего? Оптового там ничего нет. Оптовый что? Да и? Ну, ладно. Оптовый так оптовый. Посмотрим хотя бы на него, что они себе представляют. Ну, что ж, должно поглазеть. Вон, смотри. Оптовый магазин по самым низким ценам. 60 метров. На его в Афгазии мне и так все не нужны. Мне нужна примерно билла. Которая стоит 600. Если они дешевле. Погуляем. Чего не погулять? Мы сегодня решили тоже весь день на пляже быть. Вот. Мы сейчас придем. Я еще не завтракала. Поем. Сварим борщ. Ну, суп. Вот. И... 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 Пойдем на пляж. Магазин. Оптовый в розницу. Какие-то лимонады здесь есть. Вода, скорее всего, есть. Не по 100 рублей. Тут еще гостевой двор. Уже здесь, наверное, еще то удовольствие. Далеко от пляжа. Никакого-то в Толухе. Спасибо. Взаимно. Всего доброго. До свидания. Жарко прям как-то. Здравствуйте. Жарко прям. Вот. Матвы. Склад. Лава. Айва. 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 Мандарин. Ой, правда, реально. Этот лимонад абхазский. Лимонад. А вода. По чем 5 литров у вас? По 70. Ну, я сказала, по 70. Ихуа, Луя. Абия. Айва. Айва. Господи, Абия. Это я читаю. Со вкусом гроши. Тут ароматизатор. Все, ничего. Нет. Скажите, а почему вот эти лимонады у вас местные? По 40. Ага. Мандаринового сока налили. Вода, сахар, кислота, лимонный ароматизатор, краситель. Больше ничего нету. Суки добрые. Сухумская. Ой, смотри, пиво сухумское 63. 62. 62. Муж. Асир, айтар, асир. Можно, мне кажется. А, бутылочные, а не разлиной, да? Сухумская. Да ну не, зачем она может дорожествовать. Апельсин, сахар, лимон, Абхазия, сухум. А вот эти, по чем у вас, джемики? 14-й год. Овощи 10. А тут прям тоже амалаховая, хардан, акаччика. Кисунь, смотри, а инжир, ну он правда такой. Перетертый? Перетертый. Перетертый. Мандариновый вот есть. Это тоже по 600, да? Обе, да, по 600 они? Да. А это разные марки, коренные или одинаковые? Одинаковые. Вот это потому, что 5 век, это все. Один производитель. Супку маркуем, наверное, вот эту баночку возьмем. 17-й год рожает. По 80-й год. Возьмем джем мандариновый. Джем хочешь взять? Ты попробуй. Возьмем джем мандариновый. Вот так вот. А он мягкий? Ну да, он сухомский. Пять еще харданом балк. Это тоже 600 или это меньше? Нет, они все 600. А, все 600. Да, 5. 5. Хотя, может быть, у бабулек продается. Бабулек продается. А хочешь попробуем? Дай у бабулек сходим. Сейчас еще. Не, я не знаю. Не знаю. Не знаю. Здесь по 60, у нас в Саратове по 250. Помидоры тут разные есть. Что она вся такая полученная? Ну, возьми, она, видно, что она своя, местная, а та она какая-то как привозная, она слишком искусственная, как бы такая, ну чуть-чуть возьми, возьми, я, например, эту и даже больше мне по вкусу, либо даже, чем хуже выглядит наш молок, ну возьмешь эту, просто чем хуже выглядит фрукт, это также яблоко, значит он более натуральный, значит он свой, местный, только ты вот эти вот булдыжненькие отрывай, нет, может мыло по 250, на том рынке мы брали за 40, нет, это по вам брали, тебе же по 10, глянь, помидорки по 120, мыло, кстати, мне надо моющие средства, но я в том магазинчике возьму, моющие, хлеб чуть ли не, а, хлеб вон, какой-то, гадаутский хлеб. Столько оставляли? А, да, столько оставляй. Все? Да, все. Ну, цель вам тут примерно. По 85 кабачки, 120 бананы. Фунишки. Все набрали? Хождение на рынок, это для меня стресс. Вообще, девчонки, сейчас опять пошли, какой тебе только не назовут, и жадные, и просто такой утрендец у него здесь. Вот, сейчас иду в магазин Олимп, купила сливочное масло, говно-говно. Под видом сыра с улугуни продают какое-то сухое, из сухого молока сыр, просто ужасно. Магазин. Вот так вот, знаете, напоминает чем-то Ленево мне. Магазин, брошенный, брошенный магазин в Ленево. Вот у них здесь есть местный магазин Олимп. Тут якобы большой ассортимент, самый большой из всех возможных. Я просто рынок вам не снимала, потому что там сумки, деньги, короче. Когда кто-то покупает, легче снимать. Дело привлежения по поводу рынка. А, да, кстати, рынок там хороший, большой, мы просто до него не дошли. Это я должна была сделать в привлежении, да? Не три палатки. Не три палатки, да, гораздо больше, можно, в принципе, в Гагра и не ездить. Ну, цены, конечно, дешевле в Гаграх, но все, в принципе, можно найти на местном рынке в Пицунде. Вот, мы взяли мандариновый сок, но нам не понравилось, потому что какой-то вот у них, соков, какая-то одна нота, такое ощущение, как будто сахарозаменитель добавили. И вот это вот какое-то, вот, да, какая-то... И у них тоже вот этих вот яковарных домашних, конечно. Да, единственное, мы купили вот форель, значит, копченую, там продается вот эта вот большая форель, стоит 250 рублей. В принципе, по деньгам не долго, только вот этот кусок мяса мы взяли за 250 рублей. 250. Вот, потом, да, в турецком магазине брали оливки. Сегодня должны еще привезти оливки на гриле после обеда. Кофе там хочу попробовать турецкое. Так, ну, собственно говоря, и все. Ну, мы много чего набрали сегодня. Так вот, ну, как бы, немного, но по мелочи, да? Все, что надо, помидоры. Что еще брали? Машмулы, персики, фрукты, абрикосы. Взяли нескольких видов. Ммм, рыба вкусная. Вот надо ее здесь покупать и есть. И, кстати, очень бюджетно получается. Даже можно брать и самим, ну, как бы не готовить. То, что то мотой выходит рыбу, что у них покупать, что... Да, блин, получше даже. Да, да. Поэтому вообще без проблем можно брать. Вот рыба бюджетная у них и мясо получается копченое бюджетное. Приятного аппетита. Здесь вот на берегу морюшко, морюшко мы видим. Очень классные, потрясающие виды. Море спокойное. У меня есть, поступила новая информация. Пляж очищен. Вот вчера я вам то, что показывала, налетел вот весь этот мусор. Ну, относительно нормально убрали. Вот здесь вот мы как раз на том месте, где были вот эти огромные ветки. Вот. Потом еще такой нюанс. Когда вы пробуете что-то... Как это называется? Сациви или как? Не сациви. Из сливы. Ткемали. Ткемали, во. Вам дают пробовать из пробки. То есть у них нету одноразовых стаканчиков, из которых вы могли бы пробовать. Так дают пробовать вино, ну, там еще какие-то напитки. И будьте готовы к тому, что из этих пробок пробовал уж кто-то еще. То есть пробки многоразовые. Ну, поняли, да, вот эта вот пробка, которая накручивается на... Крышка, крышка, которая накручивается на бутылку, из нее все пробуют. Вот. Так что будьте готовы, что если вы купили какую-то бутылку, возможно, из этой крышки кто-то уже что-то попробовал с этой бутылкой. Вот. Такие еще нюансы есть. Рыба, которую мы покупали, форель, очень вкусная, копченая, рекомендуемая и мясо. Если будете вдруг отдыхать здесь, под Сунди, и там есть точка, где коптят два раза в день. А, не, копченые форели мы брали на рынке. Ну, не важно, короче, мясо очень вкусное. Вот это вот можно брать. Очень свежие, вкусные, быстро распродают они. Да, муж? Вот. Это вот прям, от чего мы получили удовольствие. И получается ровно столько же, сколько если бы вы купили на рынке свежую рыбу. Ну, плюс-минус. И там сами ее жарили как-то на огне. То есть проще купить вот так вот уже готовую. И, в принципе, получается достаточно бюджетно. Потому что килограмм форели стоит где-то 500 рублей. А где-то рынка вытягивает там на 400 грамм. Там 250-300 рублей она будет стоить. Здесь дельфины вот проплывают. Вот в Геленджике такого нет. Я ни разу в Геленджике дельфинов не видела, так как здесь открыто море. Они очень близко даже плавают. Вот буйок, видите, даже ближе к буйку. Ну, то есть не за буйком, а ближе к нам, от буйка. Вот. То есть часто здесь будете видеть дельфинов. Еще есть плюсов. Мы уже возвращаемся домой. Рада вам сообщить. Хотим еще зайти купить оливок на гриле в турецком магазине. Кофе. И что еще? А, и пироженок покой-нибудь на развес. Оказывается, здесь священные коровы и собаки. Это священные животные. Свежий жареный фундук. Хотя сейчас фундука еще нет. Уже еще нет. Да. И здесь, кстати, очень много праворульных машин. Одни праворульные. То есть если абхазский номер, это обязательно праворульная. В редких исключениях. Да, за редким исключением. Это левая. Вот пример праворульная. Рульная. Ниссанчик. Ниссанчик. Вот пример дальше идем. Ряды же. Рядом. Очень много праворульных. Откуда они гоняют? Я даже не знаю, откуда здесь. Ну вообще праворуль это Япония. Более того, даже Мерседес встречаются. Да, и, кстати, машины тут такие крутые есть. Такая вот особенность здесь. Очень много праворульных машин. Мы с мужем занимаемся моим любимым видом отдыха. Это тут полежим на пляжу. Вот уже второй день. Третий. Третий. Третий разы? Нет, третий. А, ну отсюда мы только выезжали на рынок. И все. Все остальное это просто пляж. Поели, пошли полежали. Но мы, если идем на пляж, то мы на А4. Да. Абхазия как-то обволакивает, говорит мой муж. Геленджик прям. Давал драйв какой-то, что везде ездил. Здесь чувствует прям. Сложно заставить даже по винодельям поехать. Может потому что каждый везде был. И в Сукубе, и на Лапу. Но сразу все-таки надо съездим. Гагер можно съездить, все равно погулять. Что-то вообще прошло за 8 лет. Моего отсутствия еда и Настя. Ну сколько-то уже задавал, что-то осталось. Ну да, я уже не помню, куда я была. Но я в Гаграх была, и тут только в одном пятачке. Близи отеля я особо никуда не ездила. А, ну нас куда-то отвозили на озеро Рица, как обычный стандартный маршрут, и все. Ну это сколько лет назад было. Автографии все неси. Ну здесь, кстати, я видела, что книги продают авторы. Книга от автора прямо. Там тоже мужичок сидит какой-то. Да. Светочки вот здесь вот такие вот есть. Не знаю, как они называются. Это вот как в Семизе женщина была, поэтесса, у которой мы жили. У нее свои собственные книги были. Вот, наверное, этот мужичок, и эта женщина, она тоже жительница Абхазии. Они у меня есть только одно, крестное, а если в левом, то поэтесса. Вот, он специальный, по-северному. Они истракции. Рисуйте, да, ничего. Да, рисуй. Здесь очень много иллюстраций. Вы знаете легенду, как Бог раздавал с древним народом, да? Вот, что это легенда. Это я нарисовала Абхаза. Это земля Абхазия, такая была, скажешь. Он в моем представлении. Тут много у меня иллюстраций. Это тоже о гостеприимстве. Если прочитаете легенду, узнаете, о чем они. Интересно. Это тоже 300, да? Да, все книжки мои, авторские, 300 рублей. В магазине вообще, они даже дороже. За каждый день? Ну, буду стараться. Может быть, я по точкам тоже даю. Но в любом случае... А я смотрю, про Гагра, да, в основном? А, Абхазия и Гагра. Да. А в целом, история Абхазии-то есть какой-то... Я смотрю, здесь исторический план большой. Да. Ну, это, знаете, что-то про историю вот так кратко не получается. Про Абхазию не получается. И поэтому я Абхазия и Гагра, Абхазия и Петсунда. То есть, их в Абхазии нельзя, вот, в Абхазии невозможно... Ну, особенно историю, она очень много связана с историей, и поэтому я так делаю. Скажем, общая и про Абхазия есть, и в то же время Петсунда. Не, ну там все равно у вас больше исторического плана, я смотрю. Не хватило себе. Книжечка стоит 300 рублей, это очень дорого. Ну, а автор... Сама продает свои книги. Сидит вот так вот. Интеллигентная достаточно. Когда она сказала, гостеприимная Абхазия, меня это улыбнуло, честно говоря. Потому что такой негостеприимности я еще нигде не встречала. Да простят меня эти Абхазцы, которые, ну, прям, реально, наверное, за некоторых было бы стыдно. Некоторым Абхазцам, за других Абхазцам. За поведение их на рынках. Сегодня сыр, например. У меня прям пропавший сыр. Я же понимаю, в сырах пытались продать подешевле. Я еще говорю, он плохой, он, ну, пропал. И она мне доказывает, что он не пропал. Так что здесь с гостеприимством как пуговая-то. Что, муж? А вообще наше месторасположение там вот, где мы остановились, мне нравится. Потому что близко рынок. Мы пешком ходим на рынок. Близко все магазинчики такие. Потом близко автовокзал. То есть вообще без проблем уехать. Не надо такси вызывать, чтобы уехать. Потому что есть более дальние места. Ну, то есть мы находимся в центре. В центре Пицунды, наверное, я не знаю. Центр это называют. И при всем при этом у нас тихая, спокойная территория. Можно ли одной перемещаться? Ходить одной? В принципе, днем, ну, как бы, нормально. Вот. Ну, вечером ты не можешь одна пройти. Вот я вчера одна прогулялась без какого-то излишнего внимания. То есть каждый практически норовит с тобой познакомиться. Вот. Как-то так. Ну, место тут, я говорю, одна сейчас гуляю. Муж у меня домой пошел, потому что мне нужно было найти. Ну, короче, когда я одна хожу за покупками, мне спокойнее. Я иду в своем темпе. Я не люблю куда-то бежать, торопиться. Когда-то сломя голову мужу куда-то вечно надо ему. Бегом, бегом. Вот. И на этом фоне у нас эти стычки постоянные. Поэтому мне проще там, ну, не знаю, отправить его домой. А со мной в свое удовольствие идти и прогулочным шагом осмотреть цены, прицениваться, выбирать, что я хочу. Вот, например, сейчас я в один магазин зашла, тортик купила за 800 рублей. И точно такие же торты, то есть одна и та же женщина Сюзанна какая-то делает. Она делает и для кафе. Ну, для кафе она просто делает поприличнее такие пирожные. Вот. Таких нету в местных магазинах. Тирамису, например, очень вкусная. Не тирамису, а чизкейк очень вкусный. Сметанные коржики, но можно сметанный крем отдельно купить. Не обязательно сметанные коржики покупать, отдельно покупать. Просто то, что в кафетерии есть чизкейк, его нельзя найти в этих магазинах. Вот. Ну, подороже выглядит реально вкусная. Вот. А так вот в один магазин я зашла, пирожи, например, 800 рублей. Тортики, то есть торты напечут и как кусками на вес продают. А в другом, так как нет холодильника, они по 650 рублей. И можно, в принципе, приходить, смотреть, какой недавно привезли. Вот сметанника, он говорит, если сегодня закончится сметаник, но он уже так выглядит заветренно, то есть его нужно брать свежим. Там нет холодильника в другом магазине. Вот я сейчас взяла по 800, какой-то морковный, но его нету в другом месте. Я его взяла там, где подороже. А, допустим, сметанник, где подешевле, те же самые, то есть одна и та же печет, просто там, где холодильник, они по 800, а там, где-то холодильник по 650. И я знаю, вот завтра, что сметанник привезут, я просто приду к приходу сметанником. Когда его принесут, тогда и зайду за этим сметанником и возьму его, в принципе, практически свежим. Там холодильник еще постоит, он у меня пропитается, пропитается и все. Вот. Так что, вот такие вот, когда узнаешь местность, уловочки какие-то определенные, как-то, ну, для меня всегда стрессовые, это первые там пару дней, потом я уже привыкаю, нахожу какие-то свои точки, свои магазинчики, где мне нравится, где мне нравится покупать. Вот. И тогда мне становится комфортно, я могу одна гулять, и я люблю одна, в принципе, гулять, потому что меня никто не подгонял и не трогал. и рядом пляж. Ну, то есть вообще у нас идеальное местоположение. Вот здесь бы я не хотела жить, потому что здесь все-таки красивое такое. Красивый здесь строит разные проживания, отдыха, гостевые домики. тоже, что ли, тортики? Или что тут? Тортики. Да, я просто смотрю, какие пирожные есть у вас. Все домашнее, сами что делали. Ага. Так, мясо копченое полосимся. Мясо копченое тоже есть. Домашние яички есть. А домашние яички почем? Домашние яички по 150. По 150, да? Тортики медовый бисквит. Медовый бисквит. Тортика моя сама делает вечером, только свежий все. Ага. Это песочный и это медовый. Почем у вас они? По 100 рублей штучка выходит, да? 100 рублей штучка. И та, и эта, да? Да. Это вот какое, с чего? Верхняя. Это песочный, свареная скушенка идет, а это со сливками. Это медовый бисквит. Ага, медовый бисквит. Все, хорошо, упаси большое. А то я уже взяла пирожное, буду знать, что вы рядом. По 100 рублей. А сами там уж не сами. Они такие сказочники. У них бизнесу надо учиться. Ну, в таком плане надувательскому. Вот. Ну, короче, не самое лучшее впечатление мне об Абхазии, скажу я вам. Я человек такой позитивный. В принципе, меня не пугают какие-то условия такие прям, ну, не люксовые, да. А я, в принципе, такая привыкшая. Вот, по-моему, это лавровый лист. Давай, по-моему, лавровый лист, девчонки. Если не ошибаюсь, возьмем. Я сбила рукой, то ли у меня уже закончилась память. Короче, это лавровый лист. Можно даже еще взять. Я думаю, они сильно не обидятся. Да, это лавровый лист. Девчонки, свежий лавровый лист. Надо нарвать каприко к отъезду. Если знаешь, как что выглядит, можно, в принципе, не покупать на рынке. Свежий. О, вкусно пахнет. Так, да, это я случайно нажала. Да, можно попросить нарвать мне его чуть-чуть. Посушить, как раз он посушится. И мы его сухой заберем к отъезду. Так по городу гулять можно много чего интересного набрать. полезного. Боже, какой он пахнет вкусно. Свежий. О, господи. Такой у нас не возьмешь. Не купишь нигде. Лавровое дерево. Так оно, наверное, называется. Круто. Благодатная страна, все равно, когда в теплые края, когда тропический климат, такой субтропический, все растет. Все, знаете, такое место для ленивых. Все, иду домой. Мои покупки. Вот такую баночку оливы купила. У нас, кстати, в Саратове оливки стоят очень дорого. По-моему, 1200 рублей килограмм. Здесь они в два раза дешевле получаются. Это оливки на гриле вот такие вот. Вот за эту вот коробочку отдал 120 рублей. Очень бюджетненько получается. И взяла вот такую банку кофе. Там кофе было трех видов. С кардамоном, с ментолом, а с фисташкой. Вот с фисташкой, блин, не посмотрела. Фисташка там натуральная или добавка какой-то ароматизатора. Вот. Вот такие вот было. Ну, я знаю, что есть у них какао, еще какое-то другое кофе, оно без добавок. Но в этом магазине не было без добавок. Вот короче, какой-то такой. и состав, он уже идет якобы с крем, типа со сливками, что ли. Какой-то гум-мастик, что за мастика, непонятно. Тут уже мерная ложечка, говорят. короче, все отмериваешь, взвешиваешь и кусочек тортика взяла. Так что я сегодня буду лакомиться этим. Лакомиться буду с кофеечком. Кофеечка делаю себе вкусненький. И тортик. Это тортик там орехи и мак. Это, по-моему, морковь. Морковный какой-то. Вкусняшные плиточки на каждом столе. Но это ребята, ребята, плитки. Сейчас я буду варить кофе себе. Поэтому такая грязная и там жарит все. Вот. А тут плитка такая. Ну вот. Тоже только она чистая уже. Здесь есть нона или нано, которая готовит жаркое. Ну то есть вот можно у нее там заказать что-то. Она приготовит мед, продает там, чашечек продает. Можно у нее все там купить. Все, что душе угодно. Вот. Есть микроволновка, где можно подогреть еду. Вот еще вторая микроволновка, на газовых баллонах все, чашечки. Но на и нано. Сказала, это трогать нельзя. Не знаю, чье это. Странно, конечно, потому что ребята сказали, посуду, специально для людей, для гостей. Она сказала, ничего типа не трогать здесь. Не знаю, кто здесь главный, но ребята, которые здесь строители. Вот. Я сейчас буду себе готовить кофеечек с кардамончиком и с пирожным я буду есть. Даже, турка есть. Наверное, пойду я на то. Пойду я на то. Она попрятнее. Попрятнее. Такие полупоходные условия. Мы с мужем зареклись. Мы больше никогда на такое, я не знаю, это должно что-то случиться. Лучше пусть на мало, на 10 дней. Но на другой вид отдыха. Вот этого нам, наверное, нано или нона сделала джабсандал. Ну, я так предполагаю. Но это не точно. Посмотрите, здесь в комплекте идет вот такая вот ложечка. Вот так вот выглядит кофе. Оно уже там с чем-то с... Короче, даже с этим. 350 рублей стоит. Кого-нибудь интересует по цене. Даже с молоком якобы. И такой кофе там можно сварить. 83 чашка. Там кафе рядом. Можно сделать кофе. У них 200 грамм. Но тут состав такой интересный. Сейчас я вам покажу. Здесь тебе какая-то мастика и кофе, и кардамон, и шоколадные дропсы какие-то. Ну, это шоколадный, что-то шоколад какой-то. Кусочки шоколады якобы. Раз, два, два вида кофе. Еменская кофе. Теребиф кофе. Сахлеб. Не знаю, что такое. Сахлеб. Родители, надеюсь, отвезут, тоже попробуют. Удобная баночка. Сахлеб.